Крыши текут, дома разваливаются, дороги разбиты, коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Десятки квартир на потоке оказались затопленными после проливных дождей. Подрядчик во время капремонта оголил кровлю. Вода мощным потоком хлынула в квартиры. На данный момент отсутствуют осадки уже два дня, но вода на нашем потолке, можно заметить, присутствует по сей день. Грязная, вонючая. Как на пороховой бочке, жильцы многоэтажки на Силикатной боятся сгореть заживо из-за постоянных потопов в квартире. Крыша жилого дома уже много лет нуждается в ремонте. Сюда маяка подлежит, пойдет и сюда. И я уже с этой квартиры не выйду. Если тут пыхнет, мне нужно пожарную лестницу через окно выпрыгивать. Жители жилого дома на потоке уже полмесяца вынуждены любоваться водопадом в квартире. Кровлю многоквартирного дома начали ремонтировать в конце мая по программе Капремонт. Правда, своеобразно. Всю крышу срезали, а новую не положили. В результате дождевые потоки обрушились на жильцов и их имущество. Таз, ведро, ведро. Раз в полчаса выливаем полное ведро. Сиськи дуем на потолках. Тазики, тряпки, целлофан спасались от дождя всеми с подручными средствами. Глобальный потоп в квартирах пятого этажа произошел в конце мая. Подрядчик в рамках Капремонта оголил крышу, но положить новую не успел. В итоге, первый же дождь, люди принимали душ не только у себя в ванной комнате, а во всей квартире и даже подъезде. Вот, посмотрите, какая красота у нас. Пожалуйста, можете душ принять. Подрядчик начал кардинально решать проблему с кровлей. Сливать дождевую воду с крыши людям под ноги. Смотрите, как подрядчик справляется с водой на крыше. Просто льет воду из ветер. Спустя полмесяца подрядчик так и не решил проблему. Даже не накрыл кровлю пленкой. Дождь слил в квартиры почти целую неделю, возмущаются люди. Ну и на данный момент отсутствуют осадки уже два дня, но вода на нашем потолке, как можно заметить, присутствует по сей день. Грязная, вонючая. Согласно строительным всем нормам и учебникам, вообще капитальный ремонт крыши проводится в зимнее время, дабы избежать вот таких ситуаций. Ну, либо хотя бы если подрядчик начинает раскрывать кровлю, он должен делать это захватками. То есть он бы сделал первый подъезд, перешел к второму и далее, и далее. У нас произошла такая ситуация, что подрядчик полностью раскрыл крышу. Она была просто под чистым небом и в результате этого нас затопило. Ну и, конечно, крыша очень старая, дом старый. На нем шелак, ну и, как я уже говорила, голубиный помет. И все это к нам текло черное, темно-коричневое, страшное. Ну и, конечно же, с неприятным запахом. Жильцы экстренно съехали. Многие ютятся у родственников. Так как жить в сырости, да еще и без света, его пришлось отключить, дабы избежать короткого замыкания невозможно. Жильцы требуют от подрядчиков сжатые сроки решить проблему с кровлей, а также начать выплачивать компенсации за порчу имущества. Ведь ущерба на сотни тысяч рублей. Если будут какие-то нарекания, в том числе вот такого рода, как причиненные ущербы, неурегулированные с собственниками квартир, то у них будет, ну, как минимум трудности с создачей таких работ. Соответственно, подрядчик будет заинтересован в том, чтобы этот финансовый вопрос с людьми урегулировать. И, соответственно, после каждого затопления подрядчики, как практика показывает, старается выявить людей, которые пострадали тем или иным образом, выйти на переговоры и в досудебном порядке эти вопросы все урегулировать. Сам подрядчик на контакт сейчас не выходит, возмущаются жители. От фонда капитального ремонта также ни ответа, ни привета. Жители написали заявление в прокуратуру и обратились к президенту страны, чтобы проблему непрекращающегося потопа, наконец, начали решать ответственные лица. Крыша многоквартирного дома на Силикатной протекает уже больше 10 лет. Жильцы с помощью тазиков вынуждены спасать свое имущество. И молиться, чтобы во время очередного дождя не замкнуло проводку, и они не сгорели заживо. Ну, так вот берем. Скажите, как спасаетесь от дождей? Спасаемся. Единственное – это лайфхак. Всем пятиэтажникам, которые в старых домах живут, только натяжные потолки. Лампочки выкручиваешь, а не выкручиваешь, они просто горят. И оставляешь одно отверстие, где скат есть. И вот. Вот это спасение. Лайфхак для всех подтопленцев. Натяжные потолки. В них скапливается вода после дождя, что минимизирует масштабы подтоплений. Крыша жилого дома на Силикатной протекает уже на протяжении 10 лет. Из-за вечной сырости в квартирах поселился грибок. А это вот. Вот грибок. Это называется грибок. Все сыпется тут на диван. Ну, вы это сами видите. Управляющая компания Трест, по словам жителей, отказывается латать кровлю. Жильцам ничего не остается, как брать инициативу в свои руки. Покупаешь технониколь, 4 рулона, газовую горелку берешь, стелишь и латаешь. Сколько уходит средств на это, на защиту? Ну, сейчас просто технониколь 2,5 рубля. 2500. То есть поскольку 4, больше 10 тысяч? Да, да. Жители в ежедневном режиме штурмуют управляющую компанию. Но специалисты УК уже перестали отвечать на звонки, возмущаются люди. А между тем дождевая вода пока чудом не попала в электрический щиток. Когда управляющая компания повернется к жителям лицом и сделает хотя бы частичный ремонт кровли, большой вопрос. Собственники направляют обращение в жилинспекцию края, дабы привлечь УК к ответственности. А также в МЧС, ведь очередной дождь на силикатной 7А может закончиться трагедией. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok